Всем привет, это сложная тактика. Да, в данном случае, в отличие от предыдущей позиции, действительно тактика, действительно, наверное, сложная. Я почти, почти хотел предложить ход ферзь Ф1 первым ходом. Кирилл, у тебя 5 секунд, чтобы найти опровержение хода ферзь Ф1. Слон Ф1. 5 секунд не понадобилось. А мне вот понадобилось вовлечать Кирилла, чтобы он был плохой знак. Молодей Ф2, хочется. И хочется на шах. Да, абсолютно нет. Да, у меня такая микроэдейка, она пойти на Ф2, король и 5, ладей Ф6 на ограничениях. Не знаю вообще, что это такое, дает оно что-то или нет, но... Ну так, как мы ограничили? Ну, хорошо, мы поставили. То есть нам нужно будет короля привести, о, ферзя привести на Ф2, мы там мангодием, да? Ну, мы после ладей Ф2, король и 5, ладей Ф6, мы хотим мангодием ход дать. То есть Ф1 мат. Да, ферзь бьет кого-то и мат. Ну, хорошо, он может защититься. Он может защититься несколькими способами даже. Например, он может пойти... Хотя вот не так легко, потому что если там ферзь бьет, то мы создаем побочную угрозу, ладья Е6 шах. И на ДЕ, Ф6 шах, король Ф4, Ж5 шах, и король на Е3 убегает, и я сказал полный бред в очередной раз. Очень побочную угрозу мы не создаем, а это довольно плохо. Я почему-то отключился от конференции, нажму на паузу. Мы продолжаем. Да. Пока Кирилл разбирался с проблемами, с техническими проблемами, у меня появилась еще одна идея. А именно пойти ладья Е2, король Е5 и просто пойти ферзь А1 шах. После того, как король уйдет, пойти ладья Ф6 или ферзь Ф6, может быть, и съесть этого слона. И получить позицию с лишним качеством. Вопрос в том, насколько она выиграна. Ну, тут две пешки за пешки. А, особенно, она достаточно выиграна, потому что король белых по-прежнему под боем бегает. Да мы там на шахах все должны отъесть. Ну, я не знаю, это практически невозможно посчитать. То есть, это будет крайний случай, если мы ничего лучше не найдем. Ну, у ладей Ф2 просто первый ход 100 баллов. Да, у ладей Ф2 я сомневаюсь не сильно, прямо скажем. Потому что если у ладей Ф2, и он не идет на Е5, то есть, если король Е3, то матверс Д2 в один ход. Если король Ж5, то А6 шах, или Ф6 шах, король ушел, и ладья Ж2 мат. То есть, король Е5 ход единственный после ладей Ф2. Там у нас выбор. Мы можем попытаться заматывать этого короля на Е5. С ладей Ф6 выглядит очень заманчиво, но... Может быть, это неверно. Как он ощущается? А, стоп, у нас есть еще одна идея после ладей Ф2, король Е5. Тоже она заключается в том, чтобы съесть все на шахах, но я не знаю, как лучше. После ладей Ф2, король Е5, мы можем пойти ладья Ф5. Под бой, так красиво. Если Еф, то Ферзь Е1 шах, и Ферзь Е1 шах. А, Ферзь Е1. Да, но он может опять же пойти король Д6, и мы можем опять там съесть этого слона. И как лучше, трудно понять, и это еще усложняет нашу задачу. Теперь мы должны выбрать... Может, там есть какой-то мат, но если его нет, мы должны выбрать из двух практически равноценных способов выиграть слона этого. Что не очень радостно. Вот Е5-2, давай все-таки на весь уже. Не, не надо, а вдруг что-то здесь. Может, Ферзь Е5. Ферзь Е5 менять, все где не проходит. Да, что-то, конечно. Кроме как, Ферзь Е5 шах. Ферзь Е5 шах. Ну-ка, Ферзь Е5 шах. Ну-ка, Ферзь Е5 шах. Ну-ка, Ферзь Е5 шах. А, наверное, так и есть. Ж5 шах, Король Ж5. Ашши... Сейчас, походи. Ф6. Почему Ф6 именно? Ф6, Король Ф5, и Король может сюда убежать, не знаю. Ашши тогда, если не Ф6, Король Ф4 вернулся. Ну, это как-то очень опасно. Мы выиграли что-то за счет этих темпов. А разница-то в чем? Ну, разница в том, что если после Ж5 он бежит на Е5, то мы ладья бьем Д5. И партия заканчивается. С той же идеей. ЕД, Ферзь Е1 шах и Ферзь. А если на Ф5, то мы играем Ферзь Ф3, и это мат после Ферзь Ф6. То есть ему после Ж5 только брать на Ж5. А это, ну, это катастрофически опасно выглядит. Намного опаснее, чем все, что мы видели до этого. Включая все эти выигрыши качества, что-то ерунду. То есть Ж5, Кожевы, Тептия, Тептия, Тептия. Как и мы играем. Верси Ф3, да. Все это, Кожевы, Тептия. Все это, КОВ, Тептия, Тептия. Верси, Тептия, Тептия, Тептия. Е5, СМС, Пытом. Но, наше, шахе, застелит. О, ну, да. Если нет, мы хотим пойти, Ф6 и Ладьдил Доньяш. Если А4, то просто, ну, там, какой-то моток. Извините, Ладьдилов, Игорь, Кожевы. Не, если H3, то Ферзь G3, наверное, и там мат какой-то Да, Ферзь G3, дальше можно Не считать, там точно мат будет То есть там шаг, потом шаг И ладья по второй за мату, либо СФ2, либо САШ2 Посчитали на всякий случай Если G4, то там, ну, 5-ю способ Ферзь F6, Ферзь H6, например Можно еще проверить Насколько позиция вот с тем личным Ферзем Выиграна Ну, вот G5, король 5, там мы все отъедим на шаг Ладья D5, ЕД, Ферзь E1, шаг Король ушел, Ферзь E8 Ну, вот 2, ну, одна пешка И две фигуры за Ферзя Ну, да, то есть пешка будет проходная, но И король близко, и пешки Эти все начнут падать по очереди, должно быть выигран Ну, все на шагах отъедим Да, вот E5, ЕД, Ферзь E1 Ничего не можете делать Ферзь, король Е3, тогда Ферзь Король Е3, тогда Ферзь E1, наверное, король Ф3 А, может вот это какой-то шанс G5, король Е3 Выглядит, конечно, бредово Шаг, король Ф3 Ну, хоть какой-то шанс, может быть, да, давай тут проверим Как бы Совсем лового выигрыша не нашел Ну, уже пять король Е3, есть идеи Вот, вот, я один говорю, это опять неправильно Сейчас Е1 Король Е3 Ну, и что там ничего нет, хочешь сказать Ну, я думаю, что вы уверены, что есть, но надо найти Ну, Владимир, два Король же 4 Ну, а что? Г5 Король Ж5 Ну, пришли к тому же самому Практически только у нас злодианных два лажда Ферзь немножко не там стоит, его не так, как мотун Ну, Ферзь, 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 Ферзь Ферзь, 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 Ферзь Избитый Король Х5 Да, ну, как хорошо До сто процентов, конечно, мат, но надо посчитать до матов Король А5 Ну, на Ф3 Ферзь Король Ж5 Ты издеваешься? Ф6 шаг. 6 ЛДЖ2 мат. Да, что-то это похоже на фрагму. ФРЗД1. Если король х3, то ферзь 5. Мат есть. Ф6. Да, там какой-то мат точно будет. Ты пойдешь на g5 или нет? Ну что, тогда остается только один ключевой вариант. Это король g5, ферзь f3. Вот это тихим ходом. Вдруг мы взеваем какую-то идею. Ферзь 5, это единственный шаг позиции. Он проигрывает. То есть ему нужен какой-то супер хорошо защищающий позицию ход без шаха. У меня сейчас появилась такая идея. Тоже бредовая идея, конечно. Может быть, слон c8. Нужно слаб отключить. Король g5, ферзь f3, слон c8. Сильно, сильно. Сильно умирает быстро белая. Вот мне просто не верится, что с таким королем белая. А мне просто не верится, мы должны все посчитать. В партии я бы тут засчитал по позиции дадыр. Вдруг что-то взевну, и мы просто все отдадим. Ферзь f3, слон c8. Ну, какой-то шаг ты положим, пешка. h6, да? Король h4. Ладья h2, шаг. Слон h3. Выходит как полная чушь. Ферзь f1. Ферзь f6, например, шаг. Король g4, h5, шаг. Да. Король h5. Ладья h3. Король g4. Ну и ладно. Здесь тоже мне уже не верится. Хотя... Бает какой-то. g5, как ферзь f3, слон c8. Шаг. Шаг. Закрылись. Я уже на зажигалке начал играться от куки. Ферзь f6. Король g4. h5. Король h5. h3. Король g4. И у белых 4. Пешки за качество. Но король g4 вызывает. В сомнении. Найти как его замодовать. Может уже никак, кстати. Может мы ошиблись. g5, король g5. Ферзь f3. Ферзь f3. Ферзь f8. Ферзь f8. Если слон c8 в этой позиции работает, это, конечно, меня удивит сильно. Наверное не работает, потому что я сейчас увидел, что есть ход ладья h2. У тебя там какие-то страшные звуки. Я понял. g5, король g5. Ферзь f3, слон c8. Я думаю, может быть просто ладья h2 в конце. И. Ну и мы хотим дать мат в один ход. Думаю. Ферзь f6 или h6. Я что-то не вижу защиты. То есть в ферзи 5 опять f6 выиграешь ферзь. Ну не знаю. Слон. Слон. Не знаю. Ничего не могу придумать. Слон h3 все равно ладья h3 тогда. Организацию никого не может. То есть он может выгнать пешка f, но туда пешка аж сам оттуда. Что-то не вижу защиты. Слон f5 все равно h6 мат. Ферзь не шахует ниоткуда. Пора вот этот ход делать. Давай еще раз. Первые ходы проверю все и схожу. g5 на король e3 мы что задумали? Ферзь e1, король f3, ладья f2, король g4. Ну, h5. А, ты h5 предлагал, да? А я что-то другое вроде видел там. Шах ушли, шах ушли, шах ушли. А зачем он пошел король f4, там шах шли был? Ну, я думаю, что с f3 он пошел. Это единственный ход легальный был. Да. Шах ушли, шах ушли, да. Шах ушли, шах ушли. Эй, любви коксфор. Иначе видео затянется. Шах ушли. Компьютер уже зашумел от недовольства. Шах ушли. Шах ушли. Гори в конце добивает. Ты не мог мне это раньше сказать, мы не теряли столько времени. На король e5, ладья d5. И выигрыш ферза. У короля нет пути отступления. На f5, ферзь f3 и малт с f6 ферзьём. Король G5 мы только что посчитали, что XF3 вроде как все-таки выигрывай. Играем? Конечно. Да. Ну и ладей D5. А почему? А, да. Почему не на E2? Ну 2364 задачи, не так просто. Не так просто. Ну идея в том, что все повелись на ладей F2, которую мы сначала смотрели. Вот человек не видел ферзи F3. Какой-то игрок, который играл черный в реальной партии, пошел ладей F2 в партии. И сделал это качество и выиграл в той партии, хотя позиция там видимо не выиграна все-таки. Позиция свежая, поэтому комментариев не так много еще. 30% успешного прохождения. В Блиц никто не решил пока. Попыток сколько было? 16. Отлично. Все ладей F2 заносят. Да, но мы в Блиц тоже ладей F2 занесли бы. Помнишь, мы первые минуты две ладей F2 смотрели? Ну да. Да.